вещества, наверное, где-то существующие, да? Ну, либо можно... Можно ходить к специалистам. Либо можно взять... Викиум. Викиум. Ну, реально. И закрыть в себе этот полкос. И... Замечать переменную уже через... Да, я еще люблю... Ну, так мне предусмотрено, я люблю еще делить стоимость своих затрат на количество времени, на сколько это действует. Да, ну, то есть взять, например, там тариф, не знаю, там... Да все, пусть будет премиальный. И разделить его на ближайшие, не знаю, там, 5 лет, сколько я предполагаю заниматься на Викиуме, да? Несколько кусков сахара в день. Ну, да, это стоимость своего развития, это кусок сахара в день. Ну, или пакет пластиковый. Ну, вот купите тесемку с собой, не знаю, берите там сумку какую-то, да? Не надо пакеты покупать. Вот, друзья. Поэтому сейчас внизу есть баннер, да, можете переходить по этому баннеру, покупать все, будет приходить на почту. Вот, тарифы максимально удобные, максимально понятные во всех категориях, да, от минимального к оптимальному и к максимальному. Каждый под свой бюджет может завязать. Здесь понять главное одно. Ну, то есть, само ничего не произойдет. Ну, то есть, чтобы были какие-то изменения, этим надо заняться. Ну, как заняться? То есть, вот, ну, садиться и каким-то способом заниматься. Принять решение, что я начинаю заниматься. Да, вот наши последние шесть лет были заняты тем, чтобы вот дать эту цифровую пилюлю по такой оптимальной стоимостью, чтобы она была доступна, там, не знаю, всем людям в России. Супер. Анзор, спасибо большое. Все включено, купили. Друзья, ну, бонусы. Ну, дайте еще, мы там что только не делали для того, чтобы не только взять и начать заниматься, а еще, чтобы это занятие поддерживалось. Было интересно, чтобы вы не бросили, чтобы приходили, отслеживали и видели, как это все существует, да. Друзья, давайте сейчас перейдем к вопросу и ответам. Я ставлю вот тариф и презентацию, Павел, вы можете скачать сейчас, когда мы закончим, да? Да. Вот тарифы, пожалуйста, давайте попробуем сейчас мы поотвечать на вопросы. Валерия, можно пакет все необходимое раскидать на три месяца, больше никак не получается, Валерия. А напишите нам в техподдержку, либо позвоните. Да, у нас есть рассрочка, причем рассрочка честная, но в плане того, что мы не используем каких-то там наценок, банков, да, то есть это просто тропление своей платежной системы, то есть без каких-то там банков, кредитов, процентов, да. Значит, в тарифе все включено, есть урок эмоциональный интеллект, обучение. Да, это более глубинный уровень, это если уже вы занимались в первом курсе эмоциональный интеллект, уже научились определять базовые эмоции, скрытые, не скрытые, то есть следующий уровень это уже идет, как в себе научиться эти эмоции также контролировать, как им управлять, как их замечать и как все это в себе перерабатывать, потому что не только эмоцию нужно себе выделить, еще с ней нужно и поработать. Да, Лилия спрашивает. Благодарю, с какого возраста можно заниматься, если на английском языке? Никит. С 9 лет? Ну, в какие-то тренажеры вообще лет 6, в каких-то из 5 лет? Официально у нас одобрали с 9 лет. А на других языках, английский язык мы переведены, на испанский, на немецкий, на китайский, но с китайским, потому что там очень много нюансов, по-моему, португальский, но я не знаю, а на польский и на польский. Анастасия спрашивает, как вообще пришла идея создать такой сервер, желание помочь людям. Да, Анастасия, ну, то есть, здесь же как бы от проблемы, да, то есть, вот, Сережа, Сережа погорел, погорел, почему? А надо обнимать ваше, да, вот решили сделать. Решил уйти из банка и сделать так, чтобы у других было все в порядке с обнимателем. Так, круто, а профайлинг дистанционно, это как, расскажите. Елена, все курсы у нас дистанционные, в том смысле дистанционные, то есть, лично никуда ездить не нужно, да, это программа с уроками, с тренажерами, с методологиями, то есть, вы это проходите через компьютер, так же, как и в Викинг, да, это все как бы в онлайне. Так, почему написано, что тренажеров 75+, потому что они добавляются? Нет, ну, здесь Юлия спрашивает, 75+, это не возраст 75+, а, все, в количестве. Это количество, это количество тренажеров, 75 и больше, потому что они каждый там, как, ну, не тоже каждый день, а с какой-то периодичностью появляются новые, причем мы находим новую научную методологию, отдаем ее в производство, наши научные сотрудники там все это распаковывают, программируют, вот получился тренажер, да. Вот получился тренажер, потом он выходит в закрытое тестирование на выборке 20 тысяч человек, мы смотрим на те результаты, которые мы получаем, сравниваем с их эталонными у подобных тренажеров, потому что, в принципе, одинаковых тренажеров нет, смотрим, достигаются ли там такие увеличения, какие мы планировали, и если нет, то тренажеры уходят на переработку, у нас есть на полке тренажеры, которых на Викинг нет, да, это появится, да, то есть, которые не получились, какие-то есть, которые не получились. Я имею в виду, что сейчас в тесте уже есть тренажеры, которые проходят тестирование, и эти 75 тренажеров, которых уже больше, они увеличиваются, увеличатся, увеличатся, да, или в тарифе премиальный, соответственно, они, все увеличения включены, Снежана пишет, купила, все включено, близкий поклон нам, вам, от нас, значит, как написать техподдержку, Галина, пожалуйста, выходите на главную страницу Викиума, там, честно, support.vikium, пожалуйста, support.vikium, пожалуйста, или звоните, Марина пишет, купила, спасибо большое, Николай пишет, оплатил, все необходимо, отлично, супер, давайте еще посмотрим, ну, пусть тарифы они висят, значит, Павел, благодарю, скачал, спасибо большое, презентацию сколько весят, вот писали 432 мегабайт, немало так весит, презентация, ну, большая, да, что делать, сколько лет существует компания, Анастасия, 6 лет? 6 лет, ну, идея сама 7, то есть изначально, перед тем, как она появилась, долго вынашивали 6 лет, 50 сотрудников, 5 миллионов пользователей, миллиарды сыгранных тренажером, Галина, пожалуйста, заходите на сайт, Снежана, вам тоже большое спасибо, давайте, друзья, еще какие есть вопросы, мы не уйдем отсюда, пока у нас не закончатся вопросы, Сергею, спасибо, аудиопрограмма, креативное мышление будет, обязательно будет, Мурзик, Мурзук, Мурзук, сейчас все пришлем, тяжело качать с телефона, как можно получить презентацию, Лухтияр, в конце можно будет ее скачать, если представительство, нам не обязательно открывать представительство, потому что сервис онлайн, электронная компания, Ирина, семейный доступ есть, семейный доступ, это значит, один доступ плюс три, плюс кабинет тренера, так сказать, главного, кабинет мамы, которая контролирует других, что все ли они там занимаются, можно, можно, а почему нет, но если читать умеет, конечно, уже можно, так, какими качествами должен обладать испутуемой, дать ей возможность отработать, у вас семь дней будет на то, чтобы понять, пожалуйста, семейный тариф можно использовать с мобильных устройств, да, конечно, то есть вы купите один доступ, дальше поддержку просто укажите, и с вами свяжемся по поводу семейного на вебе есть, прям, кабинет, веб версии все есть, сколько нужно будет доплатить, в зависимости от того, что вы уже купили, будет зависеть от того, сколько нужно будет доплатить. Вы прям на сайте, который по баннеру, сейчас можете посмотреть. Так, Bikium 2.0 входит в пакет, это для нейроинтерфейсов, он входит для всех, единственное, что нужно иметь нейроинтерфейс, его отдельно докупить, его отдельно нужно докупить, у нас есть свой, который мы сделали, прекраснейшая цена, но если у вас есть, например, другой, вы можете подключить свой нейроинтерфейс, главное, чтобы они были совместительны. Давай Валерия напишет, я занимаюсь только два месяца, но вижу движки на лицо, хвастаюсь и благодарю, спасибо, в шахматы не только стал лучше играть, но и вижу ходы противника, конечно, но то есть мы не занимаемся чисто кайчакр, ёршиками, да, ну то есть за этим стоит наука, вот насколько это сейчас происследовано, настолько это произведение, отзор можно заниматься два раза. Можно два раза заниматься, там более того, что после того, как вы проходите персональную программу развития, сама система вам будет предлагать повторить тренировку, она чуть-чуть усложнит ее, но можно повторять, вот, а, например, несколько программ развития получать за день нельзя, потому что она выстраивается ежедневно, подбирается алгоритм, ну, так, как подключить, нейроинтерфейс, как подключить, там после, а, он работает только в премиальных пакетах, 2.0, да, то есть в 2.0 работают в премиальных пакетах, имея его, всегда можно взять и подключить. Да, надо купить этот нейроинтерфейс, либо наш, либо не наш, и поддержку написать, они расскажут, как это сделать. Ну, там вообще есть инструкция. Сколько стоит вашей нейроинтерфейс, Снежана, смотрите на сайте, потому что они есть разные, Надежда тоже, заходите, пожалуйста, на наш сайт, смотрите, Николай Петрович, Снежана Мастерс-эффект, подстегивает заниматься. Подстегивает, да, мы как бы, ну, живем все-таки еще таким мозгом обезьян, да, то есть у нас вот это продвижение по иерархии развито, да, поэтому почему бы не использовать этот стимул так, чтобы, ну, он шел и на пользу, да. Отлично, друзья, давайте еще вопросы. Мы, наверное, уже скоро подарили, Анастасия, конечно, дарили, почему не дарили, дарили, айфоны, правда, все по-честному. Хорошо, друзья, давайте еще вопросы. Так, а что у нас вообще по презентации? Сейчас по презентации, подожди. Хорошо. Ответим на вопросы. Виталий, можно ли развить стратегический интеллект мышления? Стратегический интеллект мышления, конечно. Все на это есть. Два часа сорок две минуты, мы об этом разговариваем. Все можно. То есть каждый тренажер, я еще раз скажу, каждый тренажер на Викивуме охватывает несколько областей, то есть это может быть там стратегическое мышление, периферийное внимание, допустим, селективное внимание и там долговременная память. Вот другие тренажеры на другие функции. То есть так или иначе на стратегическое мышление тренажеров пять-шесть точно будет. Я просто сейчас не могу сказать, вот именно по подфункциям, потому что всего 52 подфункции, чтобы запоминать, в какой из них на что работает тренажер, так вот я не скажу. Но каждый тренажер, есть методики на Викивуме, то есть я точно знаю, что есть методики. Да, давай я так точно смотри. И там в правках каждой методики можно выбрать то, на что идет тренажер. Но на самом сайте, сейчас, на самом сайте есть вкладка мышление, где туда нажимаем мышление, ее мне выдает сразу специальный тренажер. Здесь очень важно понять, что у вас действительно есть такая проблема, понимаете? Потому что вот эта самодиагностика, что проблема в стратегическом интеллекте, она может не соответствовать реальности. Именно поэтому, когда вы просто начинаете заниматься, программа развития и вот этот искусственный интеллект, который есть, он определяет, что же на самом деле вам нужно качать, потому что это может быть не стратегический интеллект, а, не знаю, там, долговременной памяти, или, там, помехоустойчивость, может, вы отвлекаетесь. Это непонятно, это будет понятно только, когда... Может, это системное мышление. Может, это системное мышление. Хорошо. Ну, а ты можешь сколько доплатить за семейный, но это в зависимости от того, какой пакет он уже купил. Вот, Виталий, про наши тренажеры, микробиолог очень понравился. Виталий, уже занимается, да, пасить большой, Виталий, что вы занимаетесь, микробиолог, отличный тренажер, курс, думай, как предприниматель, если вы предприниматель. Ой, это просто, где мы вообще собирали. По-моему, 10 или 12 предпринимателей, и каждый из них... Спикеров, да, и каждый из них... А, там у меня тоже есть. И я там тоже есть. А, ну, круто. И каждый из них рассказывал, какую он хитрость использует. Использует инсайд. Предпринимательское мышление, да. То есть каждый предприниматель, у него есть свои трюки, и вот там в 12 предпринимателях 10 делились своими трюками. Так. Хорошо, друзья. Теперь вам вопрос. Но есть еще у нас такой блок контента. Вот. Для самых терпеливых. И еще пару интересных таких инсайдов. Вот вопрос. Хотите? Или пойдем по домам уже? Тридцатисекундная задержка, трансляция. Николай Русин, Анастасий, пишут. Ну, типа, есть еще концентрация послушать что-то? Если есть, ставьте. Огонь, огонь. Тогда я вам расскажу еще. Судя по всему, не тридцатисекундная задержка. То есть там спутник уже летит очень много миллиардов, а все-таки не тридцатисекундная задержка. Маргарита хочу, Павел. Где-то под... Хорошо, друзья. Ну, давайте отдадим вам еще чуток энергии и знаний. Итак, вопрос-ответ мы ответили с вами. Сейчас я расскажу, как наше мышление портит нам жизнь. Ну, вот это очень важно понять, да? Значит, и почему не занимаясь и не тренируя его, в принципе, у нас по сферам, по всем сферам есть просадки. Но вот эволюционно так сложилось, что мы живем постоянно прогнозируя будущее. Потому что если бы мы не прогнозировали будущее, ну, то бы мы не дожили. Да, то есть мы сидим у огня и жарим мясо, если там на нас лев бежит. Опять не бежит? Да, и мы такие, ну, непонятно, зачем он бежит, да? То есть, ну, типа, понимаете, да? Мы не дожили до сегодняшнего момента, поэтому дожили только те, кто вот... Те, кто его хоть как-то прогнозирует. У кого мышление прогнозируют, да? Это отличный навык, но начинается проблема, когда в этот навык попадает не очень правильно прогнозирование. Что такое не очень правильно прогнозирование? Да, это как раз вот этот факинг инстаграм, да? Значит, когда вы открываете инстаграм и видите, что у всех белые зубы крутые тачки, мышцы накаченные, все смузи едят, кашу едят, все путешествуют, я таких предпринимателей лично не знаю, да? Я знаю предпринимателей, которые на этих депрессантах сидят с утра до вечера и с клинической депрессией, да? Вот таких я знаю. Вот в инстаграм, в инстаграмах не знаю, но, но... Когда вы видите эту картинку, мозг запускает эту модель прогнозирования. Он говорит, ты, ну вот, он выглядит вот так, а ты выглядишь вот так. Ты должен быть как он, да? То есть прогноз того, кем ты должен быть. Или прогноз, кем там твой партнер должен быть. Или что еще как бы глобальнее, каким мир должен быть. Вот мир должен быть другим, погода другая должна быть, да? То есть вот это постоянный прогноз. Что это дает? Что это дает? Это дает на самом деле испорченную жизнь. Ну вот, например, да? Например, постоянно опаздываю. Системное мышление, логическая организация, неумение мыслить возможностями. Да, то есть вот эти мысленные операции моего прогноза, они создают... Расскажи, Сереж, что это вот за системное мышление? Что это постоянно опаздываю. Системное мышление, это когда я заранее, ну, не то что прогнозирую, да, а системно выстраиваю себе последовательность того, как это должно быть. Должен организовать свою деятельность, свой рабочий процесс. Ну, и, соответственно, если это системное мышление, ну, как бы, накидывает к нам туда проблем, например, ну, не проблем, а идей о том, каким должен быть другой человек, да, то у меня при сравнении реальности моей, ну, моего мнения о том, как должен быть устроен быть другой человек и кем он является, да, происходит вот это сравнение, происходит это сравнение, и возникает эмоция. Ну, то есть какая обида? Ну, например, давайте так проще объяснить. Значит, например, в Инстаграме я увидел некий образ идеального человека для себя. Значит, дальше я прохожу в зеркало, смотрю на себя, и вижу, что у меня целлюлитные мышцы как бы не так растут, да, и я сравниваю вот этот образ идеального человека с собой, и после этого сравнения наступает чувство, ну, так сказать, стыда, да, что со мной что-то не так, да, или, например, я считаю, что все люди должны быть такими-то. Вот смотрю дальше на поведение этих людей, и вижу, что они отличаются от того, как они себя ведут, от того, как я придумал, как они должны себя вести, да, я сравниваю это, и внутри появляется обида. То есть что такое, по сути, обида? Обида – это набор неправильных умственных операций, да, в который попал некий мой идеальный образ поведения другого человека, который ведет в реальность себя по-другому, да. И чем это ухудшает нам жизнь глобально, да, ухудшает нашу жизнь глобально, как раз вот этот доминант. Потому что мы об этом, ну, на тех слайдах, когда мы говорили про доминанту, не сказали. Вот, они сказали, что доминанта, помимо того, что бывает осознанно, неосознанно, помните, мы об этом говорили, да, там не был отражен такой факт, он физиологический, его очень просто понять следующим образом, что доминант – это не просто очаг возбуждения, да, а это очаг возбуждения, который увеличивается в зависимости от того, какие, ну, то есть, так, по-другому расскажем, значит, простым примером. Значит, я вчера вечером запланировал своим системным логическим мышлением, что завтра утром я буду бегать, потому что я вижу, что по утрам в Фейсбуке все бегают. То есть, вот я придумал себе такой план. Утром проснулся, сука, а у меня сил нет, ну, типа, не то, что бегать, зубы почистить, да, вот, и я просыпаюсь и не побежал. Но мое мышление из-за того, что я им не занимаюсь, оно мне создало такую цепочку, что ты обещал вчера, что ты будешь бежать, сейчас ты не побежал, я сравниваю себя идеально с тем, что я не побежал, и формируется претензия к себе. Эта претензия к себе формируется как чувство вины или чувство стыда. Значит, дальше вот это чувство стыда, понимаете, по сути это становится доминантой. То есть, это становится доминантой, которая определяет вектор моего внимания, ну, то есть, я начинаю видеть во всем только тех людей, которые дальше, ну, там, меня обижают. Ну, вот как мы искали, кто убийца, да, вот, представляете, что я просто вот этим своим мышлением создал себе доминанту обиды, через призму которой я начинаю там смотреть на мир и вижу только тех людей, которые меня обижают, но потому что по-другому в физиологии не работает. Но парадокс заключается в том, что вот эта доминанта, она работает как? Что дальше все стимулы, которые, с которыми я вообще соприкасаюсь, эту доминанту увеличиваю, да, это вот Ухтомский на этом и написал свою работу. О чем это говорю? Ну, то есть, я утром проснулся, сам себя заморочил, почувствовал чувство вины или стыда. Сам на себя расстроился. Сам на себя расстроился. У меня сформировался доминанта. Помимо того, что это доминанта начинает определять акт моего внимания, дальше все стимулы, которые ко мне попадают, они эту доминанту увеличивают. Что это значит? Это значит, я ем, а чувство вины растет. Я слушаю музыку, а чувство вины растет. Понимаешь, это чисто физиологическое... Смотришь в окно, понимаешь, что ты не движешься, что вырастет. Да, да. Это все растет, 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 но, но, друзья... Понятно, что это в голове, ну, то есть, это зона, здесь нет этого слайда, да, это прям горит, ну, на МРТ это горит, вот, зона горит прям в тревожности, да. Но парадокс заключается в чем? В том, что эта доминанта может быть и положительная. То есть, если я путем занятий, там, на Викиуме, на чем угодно, да, ну, не на чем угодно, на том, что работает, разобрался со своим мышлением, и утром, например, не побежал, но не заморочил себя, то у меня эта доминанта становится положительной. А это значит, что дальше все, что я начинаю делать, эту положительную доминанту только увеличивает. Да, то есть, я слушаю музыку, она растет, я ем, она растет. Я не знаю, я занимаюсь спортом, она растет. Но не понимая вот этих принципов физиологии, люди сами себя морочат. То есть, они, не разобравшись с мышлением своим, да, создав вот этими умственными операциями какую-то доминанту, себе обиды, вины, тревогу, страха, они пытаются, вот понимаете, в чем абсурд, они пытаются исправить это за счет внешних стимулов. Но Ухтонский, он описал, что любой внешний стимул, который попадает на уже сформированную доминанту, и увеличивает. То есть, даже попытка удовлетворить доминанту путем внешних стимулов приводит к увеличению доминанта. Поэтому люди временно получают как бы облегчение, ну, например, он спортом позанимался, там, да, не проблема, эндорфины, ну, выделить, да, но ты придешь домой, ты завтра проснешься, тебе будет хуже. И вот в этом цикле я там 10 лет жил, да, то есть я 10 лет пытался исправить свое состояние путем привнесения, ну, к себе какие-то внешние стимулы. Это физиологически невозможно, понимаете? Это физиологически невозможно. Как бы изменить негатив на позитив? Да вот очень просто, с мышлением своим надо разобраться, да, с мышлением. Даже квантовые маленькие изменения в системном мышлении будут полно и отражаться на... Ну, например, я не знаю, я натренировал помеху устойчивости, да, помеху устойчивости, значит, когда я ем суп, дети вокруг меня бегают, меня не раздражают они, да, или я не знаю, я натренировал навык, навык... ...угасаем, то есть, ну, они угасают в каком моменте? Когда мы перестанем поздравить? Ну, приспособление. У нас есть некая идея, потому что мне в школе никто не рассказал о том, что, ну, мое внутреннее состояние надо исправлять внутри себя, а не путем того, чтобы пойти в магазин, купить какую-то себе новую вещь и так далее, и так далее. Да, вот я, например, вообще живу в концепции, у меня сейчас 33 вещи, да, одинаковые футболки, одинаковые футболки, одинаковые штаны. Вот, друзья, поэтому мышление, мышление, ну, в целом, я не говорю сейчас как научное мышление, вообще, ну, вот, наш мозг, наш фильтр, наша психика, которая включена в этот мозг, да, это главное, что, чем мы должны заниматься, если мы хотим, ну, получить каких-то изменений, да. Поэтому, друзья, вперед, ну, да, реально, уже, можно, знаете, здесь вот как бы есть такая концепция, можно до утра об этом разговаривать, с следующего дня, и при следующего дня, да. Да, ну, то есть, и сколько у нас лекции заканчивались, там, в 6 утра. Но, никто не заменит то, что нужно брать и фигачить, вот. И мы, в свою очередь, сделали, я считаю, максимально доступным, максимально, как мы это понимаем, ну, и то, что как мы это понимаем, а мы это понимаем, опираясь на технических, которые всю жизнь, на том, по сути, профессор Шмелев, он нам всю жизнь занимается этими когнитивными... Развитиями. Развитиями в БМГ, да, ну, вот, как бы, мы, как предприниматели, собрали вот эту конструкцию, упаковали ее в то, чтобы это работало, сделали поддержку, сделали интересную геймификацию, интерфейс, но дальше блок работы, который ваш, ну, то есть, он ваш. Вот, ну, не могу я вам имплантировать... Недел в мозг. В мозг, да, отсутствие тревожности. Ну, нельзя, для этого надо потренироваться, понимаете, надо вот концентрацию сделать, переключаемые внимания, ну, там куча-куча всего. Поэтому, друзья, давайте, ну, от слов к делу, да, если... Ну, мы про вас, то есть, мы не пытаемся спасти всю планету, да, мы вот, ну, как бы, транслируем свое видение. Если мы про вас, пожалуйста, присоединяйтесь. Ваши риски, ну, стремятся к нулю. Почему? Потому что есть гарантия возврата денег. Есть чеков, без всего. Просто пишите с того... Если что, нужно будет указать почту, что... Ну, с чего покупали, да, чтобы мы поняли, что... Вот на такую-то почту был... Ну, вот, пожалуйста, забирайте их обратно и живите так, как привыкли жить, да? Не, ну, инструменты разные, действительно, можно... Разные, можно, но... Не, 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 я говорю, здесь как бы каждый по-своему, да, но мы в максимальной честности... Никакого... Три тарифа, еще раз, да, самые необходимые, пожалуйста, ну, минимальный бюджет, ну, хотя бы начните, друзья, ну, пешком выходите два дня, я не знаю, там, да, не на метро, это тоже полезно для мозга, купите, начните заниматься. Позволяет бюджет, берите премиальный и не парьтесь насчет того, что будет новое, да, новое постоянно... Там кто-то спрашивал, сколько выходит за год новых, от двух до пяти продуктов. От двух до пяти продуктов. Нет, ну, это не включает тренажеры. Это не включает. Тренажеры, ну, стоп, опять. Мы сейчас говорим про сложные продукты, то есть про курсы, программы и так далее, и так далее. Татьяна, как переговорить с менеджером, пожалуйста, в поддержку? А может номер телефона? Нет, мне надо в чат его писать, а то сейчас будут с Татьяне все. А, нет, мы можем скинуть. Мы можем. Нет, 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 мы скинем номер телефона. Сейчас наша команда туда скинет телефон. Команда, напишите, пожалуйста, номер телефона, по которому можно дозвониться и переговорить. Надежда, берите, берите с рассрочкой, для рассрочки менеджера, звоните, то есть, хоть как-то, но начните заниматься, да, поймите, что у вас есть мозг, что его можно качать, что он может быть лучшим. Что он может быть лучшим. Первое улучшение уже через две недели, месяц. То есть это тоже происходит вот так, то есть фильтров много, там, где он может появиться огромное множество вариаций, там, опа, сказали имя, да, оп, запомнил, освоил. Идет, оп, что-то заметил, там, ты видел, как птичка пролезла? Да, 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 детоксикацию прошел, засыпать начал нормально, да, но смотрите. Целеполагание прошел, цель поставил. Цель поставил, правильно, да. Есть цель, я к ней иду. Поэтому, друзья, мы ни в коей мере, ну, здесь не втюхиваем, не впариваем, то есть вот мы это сделали, да, вот мы это сделали, 5 миллионов человек оцнило. Хотите, присоединяйтесь. Ну, что-то смущает, не присоединяйтесь. Или присоединяйтесь, ну, знаете, что есть гарантия, да. Вот, друзья, да, мы с вами прощаемся, мы с вами прощаемся. Три часа мы разговаривали. Еще раз напомню про бонусы. Бонусы, бонусы всем. Бонусы всем. На этом вебинар завершен. Друзья, спасибо большое. Спасибо вам большое. Будем на связи. Подпишитесь на инстаграм, фейсбук, где мы там есть, на рассылки, на блог. Вот, читайте, занимайтесь, развивайтесь, пишите отзывы. Все спрашивают, можно ли оплатить через Сбербанк, не указывая номер карты. Можно оплатить через номер телефона, можно оплатить через терминалы, можно вообще, а, можно оплатить через отделение Сбербанка. Разберитесь, пожалуйста. Но можно оплатить, там у нас все способы армата, максимально удобно, максимально полезно. С Украиной нет сложности оплат Отовсюду есть Все работает, весь мир работает Ольга, вам тоже всем благ Спасибо, друзья, большое Всем спасибо Мы заканчиваем Полезно вам Разъяснить, что к чему Хорошо, друзья Всем пока До свидания До свидания Субтитры сделал DimaTorzok